Приветствую всех на канале Двое в траке. У нас новая неделя, новая история. И, к сожалению, я еще не такой профессионал, чтобы в стрессовых ситуациях включать камеру и снимать, как я нервничаю, как у меня там трясутся руки и так далее. Но скажу, что эта неделя была именно такой. Был день, когда я очень перенервничала, мне прям было так страшно, и связано это с поломкой трака. Все, что возможно, я записала и буду комментировать, так что вперед, смотрите, ставьте лайки. Мы заехали на военную базу, заезжаем за новым грузом. Сейчас тут нас будут проверять. Новая военная база. Новая военная база. Новаяτалка. progress. Новая война. Новая звонка. Новая до manager. НоваяIE. Новая соли. Новаяzyme. vergängsta. Новая. Новая военная база. во-первых, у нас в трактах трясется, парковаться мы не можем, назад ехать мы не можем, в общем, конечно, жутко, он как трясется. И нам грузят не то, что нам обещали, скажем так, там вот такие маленькие машинки, а нам прям большие грузы. И вот мы не знаем, какие ли нам должны грузить машины. Ни на сколько они у нас поместятся. Искрепление двора. Хотят еще одну машину поставить нам. И говорят, нужно поставить вот эту машину на upper deck, на верхнюю вот эту палубу. Но как же его поставить? Он и по размеру не поместится, и рамп у нас нет, оказывается, для того, чтобы вот сюда поднять. Вот так вот Андрей крепится, все цепями. Жара безумная. Мы сейчас в Калифорнии, ближе к Неваде. Очень жарко и очень тяжело Андрею так работать. Конечно, даже лучше ехать и ехать. Так вот здесь, да, крепец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трясется! В общем, что-то там случилось. Дев засорился, и мы теперь бам-бам-бам-бам-бам трясемся жутко. И вот эта тряска, это было первое предзнаменовение того, что что-то должно жутко случиться. Действительно, мы тряслись, мы просто из одной стороны в другую раскачивались. Было прям так противно даже ехать, знаете, когда вот тут сильно стергает и руль, и все. И вот это было начало чего-то страшного, конечно. Смотрите дальше, мы еще не знали об этом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь у нас пожар, у нас пожар прямо на заправке, на трекстафе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Санкум, иди ковать. А что это? Это отель, да? О, жесть! Прям пылает. Смотрите, огонь не пробовать. Посмотрите, где пожарная стоит. Да, конечно, там прям пылает. Все попробуют подъездить. Прям огонь. Жесть. А как так могло загореться? Прямо здание, да? Это отель. Закат. Шарбат. Вот так вот мы поставили машину, потому что, по идее, у нас должна встать еще одна, еще один груз, и они не помещались, поэтому... Поэтому, милый, что было сделано, чтобы поместили все машины? Поэтому были переставлены на подъемности. Эта машина развернута и на аппардек поставлена. А вот эта просто развернута. Вон тем вот подъемом. Вот таким вот. Форклик. Сейчас Андрей все крепит. Я не хочу этого заходить. Идет. Попробуй. Возвратили твою машину. Эта машина. Эта машина. Хм, я, я. Скорбуй. Попробуй. Эта машина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и по итогу, что у нас вышло Значит, здесь все трется друг от друга Мы проехали Сам прицеп дугой просто изогнут Потому что перевес страшный И вот эта тяжелющая, она на самом кончике Эти тут цепляются, прыгают друг об друга Вот такой огромный Попробую снять попозже там внутри Вечером приятно И вот так вот это все тут вылезает Такие дела Из такого места тут всякий натуральный камень Очень красивое место У нас какой-то вроде такой Или песчаный Решили так не крепить Просто было где-то нападать Так, мы пошли в буфет Что у нас тут? О, жили мои любимые Здесь всякая сладкая Фруктики О, интересно, вот это что такое Белое О, вот эти очень вкусные О, это кокосовые Кокосовые Так, я смотрю, горыч Панаты, чесны ли я продала туда? Какие-то штучки Креветки, наверное, в пиоре Миленький? Все очень симпатичное По-моему Суши, ты видел? О, что это такое Интересно, какие-то палочки Так, что мы взяли? Мы взяли мидии Вот такой вот Рак Краб Транировки Одна креветка Грибы И бафлокрыло Так У меня тут Это был рис Немножко Креветка Это, по-моему, курочка какая-то Это какая-то дампинг Китайская этот Креветочка такая в кляре Это попробую что? А это, по-моему, тоже креветочка в кляре В общем, мы на таком ярде Где собираются разные компании И берут частичные заказы Вот наш там стоит У них всех почти военная техника Перевесы Заказы Частичные Вот они их сюда складывают Здесь им помогают На форклифтах Это все перегружать Вот там стоит Ну, уже заставлен Наш трак Который все-таки вернется к нам Он заставлен Да, сейчас палетами В общем, нам будут тоже перегружать Это все Ну, вот все стоят Ждут уже, можно сказать, очередь Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Ну, ты смешно смотришь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее, сейчас вот так вот уедем Еще 3 тысячи миль Вперед Перекрыли всю полосу Потому что тут ремонт дороги Какая-то жесть Да, и даже запарковаться у меня нет обочины Как мои люди Едем в ремонт. 5 миль в час. Потихоньку. На варечке. Ну и вот в ту ночь. Я хотя оставалась так вроде на позитиве, все окей, но у меня такой страх. Мы ехали 5 миль в час. Нам не съехать никуда, а обочины все закрыты, потому что там ремонт. За нами огромная пробка, люди бикают, а я боюсь, подъедут копы, понимаете, они, ну, Андрей сказал, что они нас все окей, они нас сопроводят к ближайшему выходу, но мне все равно вот этот страх, что какой-нибудь они штраф выпишут или что-то такое может случиться, что-то скажут, при том все бикают, и это так страшно. И нам нужно на ближайший съезд. До ближайшего съезда, по-моему, 5 милей было, но поскольку у нас 5 миль в час, мы, наверное, час и ехали до этого съезда. Потом там еще оттуда нужно было. Нам очень повезло, что там было достаточно хорошее место для траков встать. Там какой-то тупик, дорога, то есть мы просто никуда не парковались, просто вот так на этой дороге в тупике встали. Там, правда, ночью был очень сильный ветер какой-то из-за урагана, который потом пришел. Мы сквозь него потом ехали. Ну, в общем, да, это был такой стресс. Ну и на утро мы нашли сервис. Хорошо, что он работал в субботу здесь. Редкость, что работает сервис в субботу. Мы все-таки доехали до туда 5 миль в час рано-рано утром. Так что вроде что-то было не так уж и плохо. Сервис оказался достаточно хороший. Потом мы узнали, правда, что там почасовая оплата в час 125 долларов. Ну, в общем, так они почему-то с самого начала об этом не говорят, когда ты стоишь у них там и ждешь. Но, по сути, они не устранили проблему. Они просто сняли все ошибки. Мы смогли уехать дальше, но вот проблема потом настигла нас. Вот попали в шторм. Этот шторм, он затопил Лас-Вегас. Там все автоматы текли. Ужас. Трак сносит, да? И молнии там. У-у-у. Трак сносит. Субтитры добавил DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выгружаем большой тракт Вот разгружали, когда обнаружили, что цепь порвана ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это да, это такая мощь, она мощь прыгала там ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА